С вами канал «Учебник вслух». История средних веков, 6 класс. Тема урока «Польша и Чехия в XIV-XV веках». Польша в XIV-XV веках. До начала XIV века Польша представляла собой раздробленное государство. В 1333 году к власти пришел Казимир III Великий. Он успешно продолжил объединение страны, начатое его предшественниками. Казимир III упорядочил законы, укрепил королевскую власть, ввел в стране единую монету, поощрял развитие ремесла, создал сословно-представительный орган власти – СЕИМ. Пополнение государственной казны позволило строить новые крепости, церкви и другие сооружения, которые сохранились в Польше до наших дней. О Казимире III говорили, что он получил Польшу деревянной, а оставил ее каменной. Большое значение для развития образования имело открытие в 1364 году университета в Кракове. Процесс объединения польских земель был значительно ускорен внешней опасностью – агрессией Тевтонского ордена, для борьбы с которым Польша нуждалась в сильном союзнике. Им стало Великое княжество Литовское, которое тоже враждовало с орденом. В 1385 году литовский князь Егайло вступил в брак с польской королевой Едвигой. Однако союз, уния, Польша и Литвы не означал полного объединения стран. У каждого из государств сохранялись свои казна, таможня, законы, войска. 15 июля 1410 года под Грюнвальдом польско-литовско-русское войско разгромило войско Тевтонского ордена. Поражение в этой битве ослабило орден и остановило его продвижение на восток. Чехия в XIV веке. Когда чешский король Карл I был избран императором Священной Римской империи под именем Карла IV, Чехия стала в ней самым сильным государством. В то время страна переживала хозяйственный подъем. По добыче серебра, из которого тогда чеканили монету, Чехия вышла на одно из первых мест в Европе. В городах было развито более 200 ремесел, в том числе производство сукна и стеклянной посуды. В Чехии, расположенной почти в центре Европы, пересекались важнейшие торговые пути. В Праге, ставшей при Карле IV столицей империи, проживало около 40 тысяч человек. Тогда был сооружен знаменитый Карлов мост, заложен собор Святого Вита. В города Чехии переселялись немецкие купцы и мастера. В руках немцев оказались и рудники. Как и у себя на родине, немецкие бюргеры создавали в городах самоуправление. До середины XIV века в городском совете Праги не было ни одного чеха. Католическая церковь в Чехии владела третьей частью самых плодородных земель. Главе Чешской церкви, архиепископу Пражскому, принадлежало 14 городов и 900 деревень. Особенно богатыми были монастыри. Крестьяне и горожане изнемогали от бесчисленных поборов церкви. Значительную часть доходов, получаемых в Чехии, духовенство отсылало в Рим. Против католической церкви в Чехии назревало общее недовольство. Жизнь и смерть Яна Гуса В начале XV века небольшая церковь на одной из улиц Праги привлекала многих людей. Сюда приходили горожане, крестьяне и рыцари послушать пламенные проповеди профессора Пражского университета Яна Гуса. Ян Гус беспощадно обличал духовенство за то, что оно отступает от провозглашенной в Евангелии бедности. Он возмущался торговлей церковными должностями в Риме, продажей индульгенций в Чехии и называл папу главным мошенником. Даже последний грошек, который прячет бедная старушка, и тот умеет вытянуть недостойный священнослужитель. Как же не сказать после этого, что он хитрее и злее вора, говорил Гус. От критики духовенства Гус перешел к требованиям реформы, переустройства церкви. Он призывал отнять у церкви ее богатство, отобрать земли у епископов и монастырей, отменить плату за обряды, а богослужения проводить на родном языке. Гус сам разработал грамматику чешского языка. В Чехии должна быть своя церковь, подчиненная не папе, а королю. Архиепископ Пражский запретил Гусу выступать с проповедями, а затем отлучил его от церкви. Но Гус не дал себя запугать. Он выступал перед крестьянами на юге Чехии. Тогда Папа Римский вызвал Гуса на церковный собор. Гус понимал, что ему грозит гибель, и даже написал завещание, но все же решил поехать на собор, чтобы отстоять свои взгляды. В Констанце Гуса заковали в цепи и полгода держали в сырой и холодной темнице. Затем состоялся суд. Собор объявил Гуса еретиком и потребовал, чтобы он отрекся от своих взглядов. Гус ответил, «Не могу изменить своей совести, если отрекусь от истины. Как дерзно посмотреть в глаза народу, который я всегда учил говорить правду». В 1415 году Ян Гус был сожжен на костре. Он мужественно встретил мучительную казнь. Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Казнь Гуса вызвала возмущение чешского народа. Толпы крестьян шли в горы и слушали там речи сторонников Гуса. Его последователи стали называть себя гуситами. В 1419 году произошло восстание в Праге. Горожане чехи ворвались в ратушу, выбросили из окна ненавистных правителей города. Из других городов стали изгонять немецких богачей. Восставшие громили монастыри, убивали или изгоняли служители церкви. Паны, чешские феодалы захватывали церковные земли. Среди восставших было два течения – умеренные и табориты. К умеренным принадлежали зажиточные бюргеры, а также большинство дворян. Они требовали упразднить привилегии и землевладение церкви, упростить обряды, ввести богослужения на чешском языке. Гораздо дальше в своих требованиях шли табориты. Крестьяне – основная масса горожан, бедные рыцари. Они добивались реформы не только церкви, но и всего общества. Проповедники таборитов призывали уничтожить частную собственность, все повинности и налоги. Они верили, что скоро снова придет Христос и установит Царство Божье. Не будет на земле ни королей, ни властителей, ни подданных. Исчезнут налоги, и правление должно быть передано в руки народа. Табориты собирались на горе Табор, на юге Чехии. Отсюда их название. Здесь они заложили город, обнесли его мощными стенами и назвали, как и гору, табором. Люди, приходившие в табор, опускали свои деньги в особые бочки на улицах. Люди, приходившие в табор, опускали свои деньги в особые бочки на улицах. Эти средства шли на вооружение восставших и помощь беднякам. В таборе все считались равными и называли друг друга братьями и сестрами. Крестовые походы против гуситов Папа объявил крестовый поход против гуситов. Войско немецких рыцарей и наемников возглавил германский император. В 1420 году в Чехию вторглась стотысячная войско. Путь крестоносцев к чешской столице был отмечен грабежами, пожарами и убийствами. Крестоносцы кольцом охватили Прагу. Но ожесточенная битва на холме у восточных ворот завершилась победой небольшого отряда таборитов над рыцарской конницей. Папа и император предприняли против гуситов еще четыре похода, которые закончились также бесславно. Народное войско В чем же секрет побед гуситов? С крестоносцами боролась народное войско. У таборитов была рыцарская кавалерия, но основную часть их войска составляла пехота с цепами, косами, пиками, топорами, палками с железными наконечниками. Табориты стаскивали рыцарей с коней специальными крюками и домолачивали их цепами. С большим успехом табориты впервые стали применять в бою небольшие полевые пушки, которые перевозили на повозках. Чтобы выдерживать атаки рыцарской конницы, табориты быстро сооружали замкнутые ограждения из крестьянских вазов, которые скрепляли цепями и досками. Внутри такого кольца помещали больных и раненых, запасных лошадей, продукты и оружие. Вазы ставили плотно один к другому. Почти никогда такие укрепления рыцарям взять не удавалось. Отряды таборитов отличались от армии крестоносцев не только умелыми военными действиями, но и высоким боевым духом, стойкостью и дисциплиной. За ссоры, пьянство, азартные игры и грабеж воины наказывались, как за тяжкие преступления. Главным организатором и руководителем гусицких войск был бедный рыцарь, опытный воин Ян Жишко. В одном из сражений Жишко был ранен в голову и вскоре ослеп. Глазами Жишки стали его помощники. Они сообщали ему о движении вражеских войск. Прекрасно зная родные места, слепой полководец безошибочно выбирал наиболее удобную для чехов позицию и ошеломлял врагов неожиданными приемами и решениями. Конец гусицких войн Чехия устала от многолетних войн, была разорена вражескими нашествиями и внутренней борьбой. Первыми сдались умеренные. И когда Папа Римский признал новые церковные порядки в Чехии, умеренные образовали большое войско для борьбы с таборитами. В 1434 году у городка Липаны к востоку от Праги умеренные напали на таборитов и путем хитрых маневров разгромили их. После были рассеяны и отдельные отряды таборитов. Значение гусицкого движения Чешский народ в течение 15 лет с 1419 по 1434 год героически боролся против католической церкви и полчищ крестоносцев. В результате на два столетия среди части чешского народа утвердилась гусицкая церковь. Другая часть населения осталась католической. Католическая церковь так и не смогла полностью вернуть в Чехии утраченные земли и восстановить разрушенные монастыри. Крестьяне перестали платить десятину. Именно в годы гусицких войн большую роль в управлении страной стал играть СЕЙМ – собрание представителей сословий. СЕЙМ сохранился и в дальнейшем. Как и в других странах, в Чехии утвердилась сословная монархия.